Друзья, поддержите, пожалуйста, данный ролик вашим лайком и комментарием. Тем самым вы очень поможете продвижению. Друзья, поддержите, пожалуйста, данный ролик вашим лайком и комментарием. В общем, время было непростое, а ребенок я вышел нежданный. И все же, спешу заверить, детство мое было замечательным, наполненным приключениями и простыми детскими радостями. Кроме меня, в доме было еще два ребенка, мои двоюродные братья Павлик и Гриша, примерно того же возраста, что и я. Их родители, мои родные дядя и тетя, ездили на работу в поселок, так что за нами присматривала бабушка Настасья. Женщина с огромным запасом терпения, но железной рукой. Наши задницы настолько часто соприкасались с крапивой, что в какой-то момент мера воспитания перестала действовать. И бабушке пришлось срочно искать новый метод влияния на непослушных внуков. Первая история, о которой я хочу рассказать, довольно короткая и не претендует на достоверность. Весьма вероятно, что это проделки детского мозга с чрезвычайно развитой фантазией. Так вот, бабушка Настасья относительно рано стала вдовой. Не углубляясь в подробности, скажу, что деда убил его любимый конь. По традиции, покойник ночует дома и лишь на следующий день отправляется на кладбище. Родственники целую ночь находятся рядом с телом усопшего. Зеркала завешивают плотными тканями, а свет в доме не гаснет. Атмосфера, мягко говоря, не очень подходящая для малолетних детей. Увидев деда в гробу, я не сразу осознал, что он мертв. Почему-то я был уверен, что он живой и просто крепко спит. Короче говоря, для меня это оказалось травматическим опытом. И это важная деталь в этой истории. Когда деда похоронили, я долгое время не мог спать в том доме. Особенно в комнате, где в последний раз ночевал дед. Я постоянно ощущал некое присутствие. И это настолько пугало, что я не мог находиться в доме один даже несколько минут. О ночных кошмарах даже и рассказывать не буду. Интересно, но со страхами я не делился ни с кем, даже с братьями. А им я доверял больше всех. Так что мне неизвестно, переживали ли они то же самое, что и я. Или смерть деда не отпечаталась в их сознаниях настолько болезненно. И все же, в ощущениях чего-то потустороннего в доме, я не был единственным. Как-то бабушка проговорилась своей невестке, что ей постоянно кажется, будто дед где-то рядом. Кроме того, он часто ей снился, хитро подмигивал и говорил, что лишь пошутил, а на самом деле вовсе не умер. Не знаю, как бабушка, но я справился со своими страхами только в 15 лет. И уже много лет спокойно нахожусь в деревенском доме даже в одиночестве. После смерти деда иногда мне доводилось замечать краем глаза быстрое движение, шмыгающие тени или очертания взрослого человека. Естественно, ничего этого не было, когда я поворачивал голову, чтобы рассмотреть получше. Но вот однажды произошло нечто экстраординарное. Я помню это, будто это было вчера. Спокойный летний вечер, около 7 часов, на улице достаточно светло. Куры топчутся по теткиной клумбе. Возле будки спитло поухое черное, свернувшись в клубок. Мои братья по очереди моют ноги в цинковом тазу перед домом. Бабушка кормит свиней, а тетя с дядей в доме, только что приехали с работы. А я чувствую, что подпирает. Натягиваю на только что вымытые ноги грязные резиновые тапки и иду в направлении туалета. Он находится где-то в метрах 20 от дома, за хлевами. Минуя летнюю кухню, краем глаза замечаю, что дверь распахнута. Изнутри доносятся звуки ударов ножа о деревянную доску. Я вижу, как мой покойный дед нарезает зеленый лук. Прекрасно вижу его насупленный профиль и очки с огромными линзами, но ноги упрямо несут меня вперед. Я не могу повернуть голову, будто парализованный. На автопилоте я выполняю все, зачем шел в отхожее место, и возвращаюсь обратно. Естественно, летняя кухня пуста, и из открытой двери во двор сочится немая темнота. Я рассказывал эту историю лишь однажды своей жене. Мы не пришли к общему выводу. Я считаю случившееся игрой воображения, а она же временным скачком в прошлое. Судите сами, что это был за фантом. Вторая история, в отличие от первой, совершенно реальна. Ее переживали одновременно 10 человек. То есть вся моя семья и супружеская чета соседей. Дело было так. Мы с родителями приехали в ту самую деревню навестить родственников по случаю праздника Чревоугодия. Дядя зарезал свинью. К вечеру процесс разделки мяса и промывки потрохов был окончен. Семья хорошенько отужинала жарким, приготовленным на огне в чугунном горшке. Велась тихая непринужденная беседа. Взрослые немного выпили, А мы с братьями сидели на полу и вычесывали кошку от колтунов. В какой-то момент я отрываю глаза от рыжей шерсти и смотрю в окно. На улице заметно потемнело. И это странно, ведь лето в самом разгаре, а июльские вечера, как известно, достаточно светлые. Только я успеваю об этом подумать, как дядя поднимается из-за стола и уходит покурить. Поскольку больше никто не курит, он идет один. Беседа течет все так же, и что важно, без дяди не наливают. Вскоре кошке надоедает вычесывание, и она убегает под стол. Мы же с братьями сжем клоки шерсти в печи и строим совместные планы, на то время, когда я приеду к ним погостить на недельку-вторую. Тьма за окном становится непроглядной. Я это вижу и понимаю, что дядя как-то долго не возвращается. А где дядя? Вдруг, сам не зная почему, громко спрашиваю я. Родственники замирают, переглядываясь. Они выглядели так, будто только что очнулись ото сна. В воздухе нарастает необъяснимая тревога, причем это чувствуют все. Не сговариваясь, мы все оравой выходим во двор. И странное дело, вокруг настолько густая тьма, что не видно ровным счетом ничего. Абсолютный черный цвет, настолько глубокий, что кажется, поглощает даже звуки. Бабушка включает свет на крыльце, становится чуть посветлее. Такое впечатление, будто бы деревня вымерла, и единственным источником света является наше крыльцо. Во дворе дяди нет, зато мы видим кое-что другое. Со стороны леса быстро движется белесая дымка. Все молчат, пребывая в странном оцепенении. Туман тем временем наползает со всех сторон, просачивается сквозь дыры в заборе, постепенно наполняя двор. Чтобы вы понимали, дом и остальные постройки, кроме туалета, находятся во дворе и огорожены деревянным забором. За которым с одной стороны лес, с другой дорога, а с остальных двух небольшие заросли, фруктовый сад и место для выпаса скота. Так вот, со стороны сада, место там пустое, ближайший дом метров через пятьсот, отделенный небольшим болотцем. Слышится шелест и приглушенный топот, явно человека. Он ходит туда-сюда в тумане, но к забору близко не подходит. Срывается ветер, и фонарь на крыльце начинает раскачиваться. Лучи света попадают в сторону сада, и мы замечаем ноги в черных спортивных штанах и белых кроссовках. К слову, дядя был одет иначе. Вверх человека мы не видим, только шаркающие ноги. Что странно, если учесть, как ложится туман в природе. Наконец, голос подает сосед, окликнув дядю. «Сергей?» И вдруг начинается что-то реально странное. Вначале жалобно залаяло черное. Ноги сорвались на бег. Траектория все та же, вдоль забора и назад. Издавая тяжелый глухой топот, словно человек в тумане весит не менее двухсот килограмм. Это продолжается не более пяти секунд. Затем раздается жуткий, леденящий кровь рев, от которого мы все едва не оглохли. Ничего подобного, как я понял, никто из присутствующих ранее не слышал. Ясное дело, что после такого громкого приветствия мы молниеносно помчались в дом. Бабушка зажгла свечки из церкви и расставила по всем углам кухни, в которой мы столпились, боясь лишний раз шевельнуться. Окно, которое выходило на злополучный сад, задернули шторами, опасаясь даже смотреть в его сторону. Мы сидели, кто на стульях, кто на полу, в полной тишине, с выпученными от страха глазами и дрожали во знобе. Никто ничего не говорил, лишь молча переглядывались. Не скажу, сколько продлилось такое состояние, так как в тот момент время тянулось иначе. Но из-за цепенения нас вывел звук открывающейся входной двери и голос дяди, напевающий «Золотую лестницу» Юрия Антонова. Излишне будет говорить, насколько он удивился, когда обнаружил нас всех с глазами на выкате в шоковом состоянии. «Что?» – с полным недоумением спросил он, явно офигев от странности ситуации. Я посмотрел на его ноги, черные рабочие штаны и резиновые тапки. «Где ты был, Сережа?» – с давленным голосом произнесла тетя. «Мы тебя искали». «А чего меня искать-то? В туалет отлучался». Пожал плечами он и преспокойно занял свое место за столом, как ни в чем не бывало. Потом, правда, он спросил, почему зажгли свечки, но бабушка ответила что-то невнятное про грозу, и вскоре все последовали примеру дяди, вернувшись за стол. Верите или нет, но никто даже и словом не обмолвился о произошедшем в отсутствии дяди. Разговор, в принципе, не клеился, так что совсем скоро мы все разбрелись по комнатам. Соседи, бесстрашные люди, вернулись к себе домой. Я не уверен, спал ли кто-то, кроме дяди, той ночью, но я до самого утра ворочался, пытаясь понять, что же это могло быть. За завтраком все вели себя как обычно, будто бы вчера ничего такого и не случилось. К слову, прошло уже много лет, но мои братья, взрослые и крепкие мужики, даже сейчас отказываются об этом вспоминать. Вспоминая детство, можно испытать много разных эмоций. Радость, стыд, грусть, но думаю, у каждого человека найдется парочка странных и даже жутких моментов из детства. Так как мне довелось провести ранние годы в крайне отдаленной от остального мира деревне, в которой часто происходило много странностей, то таких жутких моментов у меня набралось много. Большинство из них связано с самой деревней. Расскажу подробнее про деревню. Это был вполне обычный поселок, рядом с которым находилась еще пара деревень, церковь и заброшенное поле. Единственное отличие было, как я уже и писал выше, в том, что эта деревня была в километрах 100 от ближайшего города. Так что жить на постоянной основе мне тут не доводилось, и приезжал я сюда только летом с братом. На постоянной основе там жили только дед и бабушка. У деда, кстати, была Нива, которой он страшно гордился, и периодически ездил на ней из деревни в город навещать нас. Кстати, я никогда не слышал, чтобы эту деревню называли как другие. Ну там Карасева, Захарова, Денисова и так далее. Все эту деревню так и называли – деревня. Бабка Моя бабушка была страшно суеверной. Она знала почти все плохие приметы, некоторые из которых доходили до абсурда. Например, нельзя разговаривать через забор или порог – это к беде. Или если бабушка залетит в дом, то это обязательно к болезни. Нас с братом эти суеверности нехило подбешивали. Но что было поделать, бабушку мы уважали. Любила моя бабушка и разные байки травить, но не страшные, а добрые, больше похожие на сказки. Бывали и исключения в виде страшных историй. Один раз она рассказала нам историю о некой бабке, которая ходит ночью по домам и похищает плохих детей. Обычная, на первый взгляд, история. Если бы мы с братом реально не начали слышать, будто кто-то по ночам ходит. Нет, не дома, а на улице, под нашими окнами. Причем, это сложно было списать на каких-нибудь зверей или еще чего. Это были отчетливые сильные шаги, будто кто-то назло сильно топал. Иногда они были очень медленными, а иногда доходили до нечеловечески быстрых скоростей. В такие моменты было не до шуток. Мы всерьез боялись, когда слышали этот быстрый и громкий топот по улице. Особенно вспоминая рассказ бабушки про некую бабку, которая забирает нехороших детей. И ведь это действительно страшно. Не может же кто-то просто так приходить и топать под окнами. Скорее всего, этот кто-то знает, что мы здесь. Так продолжалось, пока брат не проговорился бабушке о загадочных шагах. Она сказала нам больше не придумывать глупостей, но по ее виду мы поняли, что она чем-то обеспокоилась. Вечером она куда-то ушла и вернулась только за полночь. Где она была, она так и не сказала, но по запаху воска мы поняли, что она была в церкви. С тех пор никаких шагов под окнами не было. Только спустя несколько лет дед проговорился, что у бабушки была сестра и что та померла. Ни ее могилы, ни каких-либо упоминаний о ней до этого мы с братом не слышали. Что означало слово «померла», на котором дед так акцентировал внимание, мы тоже так и не узнали. Похоже, за упокой усопших в таких глубоких деревнях надо периодически ставить свечи. Люди с огорода Самое жуткое происходило на огороде за баней. В доме туалета не было из экономии, поэтому приходилось бегать ночью в деревянную будку в огороде. Несколько раз ночью, бегая в туалет, было такое, что я видел на огороде людей, причем их было видно в темноте, они как будто светились. То есть, я видел их очень четко, хотя была полная темнота. Они что-то копали, было похоже, как будто кого-то закапывали, и потом смотрели на меня. Доверия они мне не внушали, и я под их взглядами молча уходил. На вид они были тоньше и длиннее обычного человека, а голова была вообще скорее похожа на мяч для регби. Особых деталей я не помню, ибо старался на них не смотреть. Не знаю почему, но мне не хотелось этого делать. Тогда меня наличие на огороде странных людей, которые что-то закапывали, особо не удивляло. В детстве каждый день узнаешь что-то новое. Только потом, рассказав это родителям, я понял, что тут что-то не так. Дед сказал, на огород ночью лучше не ходить. Сейчас от этого воспоминания у меня идут мурашки по коже. Ведь в детстве мало у кого есть понимание, что нормально, а что нет. И даже самые странные события могут казаться нормой. В таких полях смерть живет. Из-за этого случая мне теперь невыносимо жутко находиться в чистом поле. Все из-за случая, о котором сейчас пойдет речь. В общем, на день рождения родители из города привезли мне велосипед. Мне тогда уже было лет 6-7. И в качестве тест-драйва решили отправить меня в ближайший магазин. Не дайте слову ближайший вас обмануть. Этот магазин был совсем не близко. Надо было проехать всю деревню, выехать на поле, проехать поле и выехать в другую деревню, в которой уже находился магазин. Вся дорога километра 3, не так уж и мало. Первую часть пути я ехал нормально, лишь иногда останавливаясь передохнуть. Но выехав на поле, началось что-то странное. Во-первых, стало заметно жарче. Я начал обливаться потом даже от размеренного темпа кручения педалей. Далее я понял, как бы это сказать, что поле как-то не проезжается. Моя цель была доехать до так называемого пятачка и свернуть налево, в направлении соседней деревни. Но пятачка все не было и не было. Трава была желтой, густой и очень высокой. Увидеть что-то за ней было невозможно. И была еще одна странность. Ее я заметил, когда мне стало совсем невыносимо жарко и я решил укрыться в тени. Дело в том, что теней от колосьев не было. Да и вообще, как таковых теней не было. У меня к тому моменту уже были небольшие познания окружающего мира и я знал, что такого попросту не бывает. Еще одна странность была в том, что солнце находилось прямо в зените. Это я заметил, когда мне сильно напекло макушку головы. В наших краях никогда не было, чтобы солнце било прямо по голове. Всегда оно было где-то высоко, но не прямо в зените. Закрыв макушку головы ладонью, я медленно пошел вперед, ведя рядом с собой велосипед. Было жарко и неуютно, во рту было сухо, очень хотелось пить. Начала болеть голова, живот крутило, меня начало подташнивать, в ушах периодически звенело, а ноги дрожали. Пот уже перестал идти, кожа стала сухой. Моя голова потихоньку начала кружиться. В один момент я просто лег, сил идти не было. Я закрыл глаза и отключился. Проснулся я уже ближе к вечеру, дед меня тормошил, рядом с нами стояла коричневая нива. Голова сильно болела, губы дрожали, меня сильно тошнило. Дед положил меня в машину и отвез домой. Там я пролежал в кровати еще около недели с сильной головной болью и температурой. Велосипед, кстати, мы с дедом так и не нашли на том поле. Я много раз спрашивал, что же все-таки со мной произошло, но он отвечал размыто, что-то наподобие «В таких полях смерть живет». Сложно объяснить, старики знают. В таких полях смерть живет. Эта фраза еще долго крутилась в моей голове. С тех пор я панически боюсь открытых полей. Стоит ли говорить, что местное поле я с тех пор сторонился? Скотомогильник Был у нас рядом с полем заброшенный скотомогильник. Несколько огромных колодцев в ряд, закрытых огромными люками. Что было в этих колодцах, думаю, объяснять не стоит. Но мы с братом тогда не знали значения этого слова и отчаянно пытались узнать, что это. Родители и дед с бабкой ничего на это не отвечали, говорили только, мол, не ходите туда, что только подогревало наш интерес, и мы решили сходить туда и узнать, что там да как. И вот в один день мы в тайне от родителей пошли к скотомогильнику. По дороге к нему к нам подошел местный пацан, где-то годом младше нас, вроде его звали Васей, он спросил куда мы идем. Мы гордо ответив на скотомогильник пошли дальше. Этот пацан нехило заинтересовался, что это такое, и куда же все-таки идут старше, и начал нас вымаливать взять его с собой. Мы согласились, но при условии, что он никому не расскажет. Он конечно же согласился. Дойдя до скотомогильника, мы выбрали один из люков, и принялись его откручивать. Откинув люк, до нас донесся отвратительнейший запах. Думаю, это был самый худший запах, что я чувствовал за всю свою жизнь. Это был просто наи ужаснейший концентрат тухлятины. Естественно, интерес быстро остыл, и мы, даже не закрыв этот скотомогильник, с братом просто убежали домой. Только потом мы заметили отсутствие среди нас того пацана. Как потом оказалось, он пропал. Мы в глубине души догадывались, что с ним произошло, но так никому об этом и не рассказали. Вот только после этого те скотомогильники часто стали открываться сами по себе, и смрад от них разносило на весь наш поселок, что невозможно было не заметить. Запах постепенно пропал сам по себе недели через три, но все бабки потом еще долго ходили в церковь и отмаливались. До сих пор совесть грызет за того парня. Но вот как громадные стальные люки сами по себе откручивались непонятно. Сейчас мой брат уехал в Москву и работает в фирме. Мы с ним больше особо не общаемся. Стоит ли говорить, что дед с бабкой уже давно покоятся? Сам я в деревню ездил последний раз пять лет назад навещать их могилы. По памяти ехал, ибо на навигаторе этой деревни нету. У тамошней церквушки чуть ли не проломилась крыша, а жителей почти не осталось. И это пять лет назад. Сейчас уже от этого села скорее всего ничего не осталось. Загнила деревня. Не знаю сколько еще в России таких безымянных деревень, но их точно больше чем вы думаете. И порой там может протекать совсем другая жизнь, наполненная очень даже странными событиями. странными 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 странными